всем привет вы смотрите еженедельный криптографический дайджест под номером 38 на канале крипто комманс меня зовут рома и я алкоголик шутка бросил на самом деле меня распирает потому что во-первых слово криптографический пи***ц какое нелепое а во-вторых два дня на этой неделе гэри гэнслера имели в конгрессе да так что треск стоял на всю округу на самом деле слова которые ему адресовались звучали вот на столичка от прямых обвинений преступления но обо всем по порядку и кроме этого естественно я вам расскажу очень много полезной а главное очень важные для крипто пространства информация и чтобы вас не за бать таким объемом и при этом не упустить всего самого важного а одно без другого не получается я разделю этот выпуск на три основных части первое это законополитика поговорим про сек и то к чему это все ведет несколько слов прям объемных слов про рынок что там сейчас происходит и куда мы идем а также конечно же про проекты криптографические проекты и так поехали пара слов о том почему я вообще сек уделяю так много внимания краткий ответ потому что его действия огромным образом влияет на происходящее в крипто поясню три основных причины первое это очень могущественный американский регулятор второе все что происходит в америке прямо или косвенно влияет на события в мире спорить не буду объяснять тоже не буду и третье так уж получилось что председатель гэри гэнслер который сейчас уже третий год управляет этим регулятором построил в нем политику таким образом что его сотрудники максимально проявляя лояльность к нему что является нарушением массы там законов и касать об этом чуть позже поговорим следует его непонятной политики лютому желанию задавить вообще все крипто таким образом фактически действие гэри гэнслера негативнейшим крайне негативнейшим образом влияет не только на события в америке но и по сути во всем мире теперь что произошло если кратко то гэри заигрался произошло еще несколько событий которые способствовали обострению этой проблемы но по сути его регулятор за последнее время на открывал столько безумных и необоснованных судебных разбирательств что в некоторых из них регуляторы конкретно налажали это привлекло внимание конгресса которая в свою очередь обратила внимание на крипто на мой взгляд из-за того что крипто стала повесткой предвыборной гонки сначала это запустил трамп но после ухода джо байдена который в принципе крипто относился вообще как-то наплевательски собственно говоря почему гэри гэнслер который является его при не его стану с этим пиздецом собственно и творил все эти непотребства но ближе к делу что же такого с гэнслером произошло в конгрессе дело в том что конгрессмены его отымели и это не образное выражение более того коллеги гэнслера по большинству претензий к нему эти претензии подтвердили а конгрессмен том эмер буквально обвинил гарри гэнслера в совершении преступления давайте послушаем короткий эпизод из его я даже не могу сказать вопросов это был реально допрос и это приводит нас к делу дэдбокс в юте где ваши юристы знающий без сомнения вашу анти крипто риторику не основанную на законе умышленно солгали суду для осуществления исходящих от председателя приказов преследовать в судебном порядке крипто компании председатель генслер вам известен хоть один случай в истории когда сек была наказана судом за существенное искажение фактов прежде всего я должен сказать что когда мы нанимаем людей нет сэр вы тратите мое время ответом на этот вопрос является нет такого никогда не было но позвольте еще вот что спросить смущает ли вас хоть немного тот факт что мы с вами сегодня говорим об этом смотрите я в этом деле произошло все не лучшим а вы снова тратите мое время где вы снова тратите мое время дело дэдбокс для вас сэр должно быть абсолютно постыдным и проясню ситуацию сек заплатила деньгами налогоплательщиков около двух миллионов долларов судебных издержек за это значительное искажение фактов за эту ложь и я уверен вам это известно стало ли дело дэдбокс причиной того что глава кибер отдела и крипто активов уволился в июне этого года нет он устроился на другую работу ясно то есть никто из занимающих высокие должности здесь в вашингтоне округ колумбия не был привлечен к ответственности за это совершенно не целевое использование денег налогоплательщиков всех нарушила закон ваши юристы солгали суду и никто из ваших боссов не был привлечен к ответственности похоже что у вас в вашингтоне бизнес идет как обычно правда мощно помимо этого эмир обвиняет генслера в нарушении закона о найме госслужащих и в том что выдуманная им мы либо регулятором понятие крипто ценная бумага использовалась как основание для незаконного преследования всех открытых ими дел это просто пи***ц ладно то что я считаю генслера абсолютным злом для крипто рынка вы скорее всего дорогие зрители и сами уже очень давно поняли ну и что скажете вы а вот что дело в том что генслер сейчас находится под таким чудовищным давлением буквально со всех сторон что не уходящий отдел и в амнезию джо байден не какие-то там элизабет уоррены хоть это и верхушка айсберга не из которого мы не видим и возможно никогда не увидим уже его не спасут это лишь вопрос времени и на мой взгляд скорее всего достаточно короткого времени когда генслер уйдет наконец-то из сек оставив крипто рынок наконец-то покое и вот тогда мы с вами дорогие зрители вздохнем чуточку более свободно потому что остальные проблемы от крипто никуда не уйдут но это уже другая история а мы с вами движемся дальше движемся дальше переходим к разделу рынке в котором я хочу поговорить на тему об и т.ф. но не в стандартном подходе о том как это здорово для традиционных финансов получающих доступ в крипто рынок и прочую с этим связанную ерунду я хочу поговорить о том как состояние и т.ф. может являться индикатором того что происходит в крипто рынке сейчас объясню и сразу к сути сейчас на экране вы видите цену биткоина с начала этого года это дневной таймфрейм середины марта у нас образовался нисходящий канал который сохраняется и по сей день цена до сих пор не вернулась кто отметки с которой этот канал начался а а сейчас на экране представлена динамика объемов активов под управлением spot bitcoin и те в сша если мы обратим с вами внимание на то что происходило в марте то заметим что в марте рост этих объемов можно сказать остановился он немножко упал потом вернулся но по сути он двигался в том же самом но уже горизонтальном боковике а в мае он делает очередной скачок но что же происходило с ценой вернемся на предыдущий график и видим что в мае цена биткоина начала подниматься с локального дна то есть она упала потом начала подниматься и в этот момент фонды продолжу продолжили накапливать активы под своим управлением теперь давайте разбираться что это может значить предупреждаю что сейчас будет мощная спекуляция вот ответьте меня на вопрос если активы под управлением фондов и теф растут то значит ли это что туда поступают деньги ответ очевиден да а если активы фондов и теф являются частью рынка биткоина капитализация которого падает то значит ли это что из рынка суммарно деньги все-таки выходят очевидно да но если в одной части деньги поступают а общая капитализация сокращается то очевидно что она сокращается за счет вот этой второй части которая не является фондами тиф логично 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 апса факинг лютли так почему же тогда деньги из одной части утекают а в другую поступают ведь не может же быть такого что допустим сидит кто-то на бинансе и такой думает продам-ка я свой bitcoin и куплю и тефу black rock следовательно перетечение из одного кармана в другой не происходит это значит что это разные инвесторы и разные средства но давайте попробуем разобраться все-таки кто эти инвесторы и почему так происходит и вот тут спекуляции начинает потихонечку добавляться еще и манипуляция главное не дойти до инсинуации но если серьезно то в и теф подавляющее большинство это крупный тяжелый корпоратив такие как институционалы розницы практически нету но что самое главное это не быстрота принятия решения брокеры и финансовые советники и прочая ерунда которая не дает просто взять поддаться эмоции и продать свой биткоин а в оставшейся части наоборот подавляющее большинство это розницы немножко корпоратива но исключение может быть только такие как sailor кто там еще скупающие как не в себя но в целом это планктон который называет себя китами там креветками неважно это те кто сам непосредственно управляет своим биткоином через свои ключи либо через ключи которые свои но хранить не у себя по сути не своей неважно и вот тут мы приходим к самому главному фундаментальная разница в этих двух карманах о которых я говорил в самом начале заключается на мой взгляд в том что одни долгосрок медленно принимающие решения собрались духом и купили огромную часть и другие которые сели с утра проснулись новости запаниковали продали и все либо трейдеры которые трейдят куп покупают продают и колбасят весь этот рынок вот почему та часть которая сейчас такая динамичная и позволяет себе и может принять быстрое решение главных реализовать сейчас начинает падать но она не начинает она продолжает падать а другие в это время постепенно не спеша покупают обдуманность и неспешность вот зачастую что является важным фактором успеха но опять же как я сказал вначале это возможно очень мощная мощная спекуляция движемся дальше завершить сегодняшний выпуск я хочу разговором об одном проекте это блокчейн проект один из самых старых он уже очень давно на рынке и на мой взгляд он является одним из таких страдальцев несущих на себе бремя массы вызовов проблем каких-то там спекуляций падений взлетов невероятной долгой борьбы с регуляторами и как вы конечно же поняли речь идет про ripple почему хочу про него поговорить потому что с одной стороны он мне кажется и казался всегда каким-то противоречивым я никогда к нему не испытывал никакой симпатии навязанная там разговорами централизация которая по сути централизации не является да это проект который я ценю за то что у него есть ограниченные миссии об этом тоже говорю в предыдущих выпусках в дайджесте что здесь в принципе да они конечно могут разом бахнуть и все испортить но я думаю что конечно это маловероятно произойдет но дело в другом дело в том что сейчас он эволюционно подходит к своему очень важному просто огромно важному невероятно важному рубежу и это прежде всего связано с первой темой которая говорил начале этого выпуска с гэри гэнслер и сек дело в том что 7 октября это буквально уже там ну почти через неделю на чуть больше состоится крайний дедлайн когда в деле всех против ripple всех может подать апелляцию с одной стороны ничего не указывает на то что она это сделает но здесь есть очень важный нюанс потому что в разбирательстве в котором судья торос очень конкретно так осадила гарри гэнслер и его регулятора был такой момент когда судья сказала значит вы можете подавать апелляцию но я вас прошу это делать только после того когда все стороны выскажутся и обсудят все претензии и мы уже подойдем к там завершение этого дела и вот это на самом деле может как раз и стать поводом и причиной что сек все-таки подаст апелляцию в самый самый последний момент а здесь есть негативный момент того что сама по себе апелляция это конечно неприятно но хорошая новость заключается в том что эта апелляция по сути своей скорее всего с очень прям то есть скорее всего имеется ввиду что очень большая вероятность того что никаких изменений в деле не произведет это просто будет ну как бы неприятный сам факт который ну не поставит точку в этом деле то есть эта апелляция опять затянет дело там на какое-то разбирательство опять всех будет там высказывать свои точки зрения называет там ripple или уже может быть не называя ripple xrp ценной бумагой эпизоды в деле с продажей и первичной продажи xp xrp реально могут стать ценными бумагами вот но с другой стороны мы знаем что это дело сейчас настоящий момент имеет практически уже свою готовую развязку из-за того что стороны якобы договорились о соглашении штрафе этот штраф сейчас еще до сих пор не выплачен вот почему эта дата сейчас еще потенциально может это дело не закрыть но теперь переходим к самому важному но если это дело все-таки закроется 7 числа или не закроется но закроется потом позже что в любом случае это произойдет для ripple с огромной и огромной вероятностью снимется настолько тяжелое бремя потенциального риска из-за регулятора вот из этого сек что на мой взгляд это может буквально снять его с якоря как и насколько даже не буду предполагать но вот по имеющимся данным и на мой взгляд это сильно освободит давление на рынок который сейчас на этом ripple не знаю каким образом рассматривает но зная что ripple массировано и очень в большом объеме используется крупными финансовыми игроками стрейт фай которые зачастую даже не говорят о том что они используют и много было разговоров там да там якобы там первоисточников которые там посвящены в эти дела и сами говорят да там что крупные игроки используют ripple для перемещения средств в том числе и трансгранично но не хотят называть себя по различным причинам в том числе из этой имеющей место криптографической слово забавное неясности да там прежде все в рынке сша с учетом того что сейчас я говорю в начале выпуска что дело сек на мой взгляд постепенно постепенно подходит к логической развязки эти все вместе в факторы ложатся в одно и мне кажется они говорят о том что ripple действительно может наконец-то распустить свои пруссо опять же повторюсь я не являюсь приверженцем или каким-то там фанатом а этой монеты но все сейчас говорят о том что вот такой сценарий на мой взгляд более прям прям более чем возможен сроки даже без понятия то есть это может быть действительно каким-то катализатором вообще реального взрыва и там крипто прям вот этого булрана может быть просто сам по себе ripple так отреагирует не знаю все довольно сложно мы знаем что рынки это крайне сложные механизмы непредсказуемые там это что там говорят многие аналитики там они вероятностны до вероятностны но я сторонник того что это скорее всего не про вероятности а про больше человеческую психологию вот какие-то чувства вот но в любом случае в общем дорогие зрители что хочу сказать большое спасибо за ваше внимание что вы посмотрели этот выпуск комментариях я читал что кому-то нравится кому-то там нравится очень сильно нравится пишите свои комментарии буду рад их прочитать ответить на них на ваши вопросы желаю вам прекрасного трейдинга и до встречи через неделю эпилог прошу меня простить за мой вид дело в том что сейчас 6 утра я писал это всю ночь потому что очень хотел успеть сделать выпуск до конца недели в воскресенье мы с нашей командой сейчас целимся теперь на то чтобы подстроить наши процессы таким образом чтобы дайджест выходил до конца недели и вот почему на самом деле этот дайджест потенциально может даже иметь не 38 номер с кусочком 39 в общем в следующий раз выпуск может перескочить через один номер не пугайтесь это не значит что мы попустили неделю это значит что просто в этих выпусках мы рассказали не о неделе а чуть больше всем удачи еще раз до встречи увидимся пока